всем добрый день дорогие подписчики дорогие гости канала пожалуй нет в этом мире человека который не мечтает встретить любовь или найти свою любовь сегодня понедельник день луны и в ведической астрологии луна олицетворяет женское начало она отвечает за счастливые отношения за материнство за внутреннее счастье умиротворение благополучие гармоничные отношения с другими женщинами родовые программы управляют памятью интуиции и очень сильно влияет на наши эмоции поэтому сегодня я вам предлагаю найти свою любовь найти свое счастье и то самое умиротворение тема для каждого из вас сегодня будет звучать по-своему и каждый из вас напишет ее сам для людей которые находятся в поиске счастливых взаимоотношений вы пишете уже в настоящем времени я состою в счастливых отношениях или я счастлива в отношениях с любящим меня заботливым щедрым умным красивым мужчиной благодарю для тех у кого уже есть отношения и вы хотите просто и гармонизировать но вы не хотите менять мужа да вы пишите что вы я счастлива живу со своим мужем радости любви счастья верности богатстве процветания и набираете пишите то количество слов от те эмоции которые вы хотите ощущать вот далее останавливайте пожалуйста видео оставьте таймер на две минуты разогревается нейроны что для вас счастье в семье внутреннее счастье умиротворение может быть вы счастливые родители сразу оговорюсь кто хочет детей пишите тему я счастливая мама здорового умного красивого ребенка мальчика девочку можете также написать ну а мы тем временем начнем набирать линии чтобы почувствовать эту вот материнскую энергию луны набирайте линии смотрите как они у вас идут мантра которую очень часто принято слушать ом на бог хагавате вас убивая вы можете ее проговаривать когда вы проговариваете мантру какую-то она воздействует на ваши на на тонком уровне и гармонизирует луну если вы не готовы там обращаться к мантрам и что-то гармонизировать достаточно того если вы не готовы обращаться к мантрам и слушать их постоянно это условно говоря как молитвы да для кого-то достаточно того что вы один раз что-то сделаете если вы делаете что-то несколько раз это принесет вам колоссальные результаты но даже один раз сдвинет вашу жизнь выдвинет ее на новые уровни набираем линии почувствуйте луну можете еще раз прочитать вместе со мной мантру ом на мобхагавате вас убивая ом на мобхагавате вас убивая также я вам сегодня расскажу сказку сказку красавицы луне эту работу можно рисовать здесь от луны не зависит рисовать можно по понедельникам можно в принципе в любой день но на ваше усмотрение здесь вы все равно говорить просто если вы обращаетесь в другой день про луну особо не говорите да вы просто работаете как с желанием привлечь любовь можете сразу по округлять пересечения почувствуете всю силу всю мощь луны насколько она сильно насколько она может изменить количество воды в океане как сильно она влияет на человека на эмоциональное псих психологическое состояние луна именно женская энергия поэтому большинстве своем когда мы говорим о каких-то лунных днях важных под них попадают все но женщины особенно именно поэтому очень важно луна влияет на наш материальный мир именно поэтому очень важно держать свои мысли пока над под контролем во время астрологических ярких событий набирайте линии почувствуйте на своем поле создайте на своем поле всю заботу всю любовь все что вы писали все что вы хотите ощутить верность радость счастье здоровые дети смех улыбки я думаю все эти слова были у вас тоже появились набирайте линии пока вам не станет достаточно не забывайте дышать вы должны достигнуть состояние умиротворения спокойствие сливаясь с этой лунной энергии сливаясь с материнской энергии ощущая красоту и доброту всего мира посмотрите как у вас идут линии сделайте свое поле безопасным для себя сделайте так чтобы вокруг осталось только тишина и ничто не могло нарушить ваш покой умиротворения попробуйте поймать ощущение абсолютного счастья радость благополучия если кто-то хочет сейчас смеяться смейтесь если кому-то вдруг хочется всплакнуть пожалуйста поплачьте остановите видео и поплачьте потому что луна она очень эмоционально все наши эмоции они достаточно ярко зависят от луны посмотрите может быть вам еще хочется в это линию провести сделайте поле настолько комфортным настолько спокойным чтобы вы услышали себя с свою интуицию свое подсознание свои эмоции найдите в каждой линии все то чего вы так желали вы хотите может быть ребенка пусть это пространство станет на этом поле станет безопасным для ребенка вы хотели верности вот она найдите ее здесь вы хотели ощущение абсолютного счастья она тоже здесь и несмотря на то что я вам здесь рассказываю сейчас ведическую сказку буду рассказывать это все прямо очень мне стало спокойно расслабилась очень сильно именно нашла тишину покоя внутри себя то самое умиротворение о котором вам говорила и несмотря на то что я вам здесь сейчас отчасти это преподношу как еще и гармонизацию вашей луны в гороскопе вы сами осознанно сейчас работаете над какими-то своими установками проблема в том что когда человек мечтает о любви и вдруг ее до сих пор не встретил он в этот момент ошибается любовь она уже есть внутрь нас просто для того чтобы ее пробудить нам и нужен этот кто-то другой и здесь могут или человек или есть еще вариант что человек не готов есть такое понятие что очень важно дорасти дорасти и когда человек ученик готов при появляется учитель из этого жира царя да а вот соответственно может быть вам нужно какие-то свои негативные установки проработать насчет отношений с мужчинами с женщинами с родителями на многих примерах знаю люди которых воспитывали только мамы девочки да у них были очень большие проблемы с тем чтобы встретить мужчину своей мечты и чтобы как-то продлить чтобы как-то там построить отношения сделать их какими-то гармоничными комфортными все отношения как-то вот заканчивались не по тому же сценарию что и у матери но все равно заканчивались не так как человек мечтал вот но после проработки люди достаточно счастливы выходят замуж вот оно это счастливое материнское поле поле любви поле луны можете его назвать вот оно ваше поле умиротворения только и состояние ничто и никто можно создать новую реальность новые мышцы новые чувства новые впечатления новую жизнь а вот теперь на этом листе я замужем да поэтому я найду на этом листе свою дорогую семью я их очень-очень люблю и я желаю что в нашей семье можете раз ладошкой попроводить почувствовать где вот здесь вот прям колечко царили любовь счастье верность взаимопонимание богатство просветания на это материальная именно к луне мы обращаемся когда просим исполнить наше желание когда просим денег мы тоже обращаемся к луне в тот момент когда я сейчас нашла свою семью для не замужних пар вы должны найти на листе такой же кружок такую же семью свою счастливую семью которую вы уже создали в своей голове не два кружка по отдельности один вы уже счастливы почувствуйте это проводите линию я счастлива я счастлива вы ощущаете любовь в своей семье ощущаете детский смех знаете как есть такое выражение когда в дом входит женщина становится тепло когда в дом входит мужчина становится светло когда в дом входят дети становится весело как-то так говорится но идея в том что каждый человек он приносит свою энергию в дом в семью и вам очень важно чтобы гармония всех вот людей детей взрослых была здесь ощущаете это радость ощущаете эту радость ощущаете детский смех у кого-то слезы радости могут пойти пожалуйста для того чтобы пока расскажу для того чтобы кто захочет вдруг коррекцию в своем гороскопе луны делать сказку слушать которую я вам попозже расскажу или читать нужно 16 понедельников подряд начнете на растущую луну сегодня убывающая луна но тоже можно в качестве там одноразовой да вы сейчас конкретно работаете с лунной энергией а несмотря на то что луна убывает но энергетика у нее достаточно еще сильная вот вот оно мое солнышко какое у меня получилось я хочу еще больше пронейрографировать обращайте внимание на свои ощущения я прям зависла у меня перед глазами сейчас будто не лист бумаги а карусель мэри гоу раунд смех счастье и вот лошадки на которых все катаются кстати если вы взрослые считаете что они не для вас нет поверьте мне если вы не можете сесть на лошадку вы не умеете верить мечты а именно это и нужно чтобы вы поверили ощутили вот эту вот легкость небытия чтобы вы ощутили защиту самой вселенной чтобы вы почувствовали божественную любовь этой планеты лидической астрологии считается планетой да так это конечно спутник вообще про луну очень много классных легенд и луна это на самом деле мальчик чандра вот вы можете я закончила я сейчас буду переходить к цвету и пока я перехожу к цвету я вам расскажу в давние времена в городе бинаресе жил один человек по имени дананчая у него была очень красивая и благочестивая жена которую звали сулакшана что означает добрый знак и вот однажды эта мудрая женщина посоветовала мужу заняться духовной практикой и дананчая стал совершать богослужение шире владик владыки материального мира он воздерживался от пищи и воды соблюдая трехдневный пост и вот в конце третьего дня сам господь шива прошептал ему на ухо она порно она порно она порно джананчая был очень взволнован и счастлив от такой милости шивы но он никак не мог понять что тут хотел сказать ему дананчая пришел к одному ученому брахману и спросил у того что такое она порно и зачем господь шива прошептал мне это слово брахман подумал о буквальном переводе и поскольку она порно означает полной еды он ответил так ты не ел и не пил в течение трех дней видимо это твой голод говорить с тобой ступай домой поешь что-нибудь дананчая пришел домой рассказал обо всем жене но сулакшана сразу поняла что шива дал ее мужу какую-то мантру и посоветовала продолжить богослужение до тех пор пока он не получит ответ на свой вопрос дананчая продолжил свою практику спустя несколько дней он сидел на полу в медитации и вдруг все пространство вокруг наполнилось звонкими чистыми голосами которые беспрестранно повторяли анна порно анна порно дананчая открыл глаза и увидел перед собой прекрасных небесных дев абсар они рассказали ему значение обета анна порно и объяснили как правильно совершать его с тех пор дананчая начал каждый понедельник исполнять обета на порно и так преуспел в то в этом что очень скоро всего дела пошли в гору он стал состоятельным и процветающим человеком и вскоре он отешел жениться во второй раз но новая молодая жена очень мешала ему и постоянно отвлекала от занятий духовной практикой он осознал что был неправ и вернулся к сулакшане так терпение сулакшаны окупилась и они прожили вместе долгую и счастливую жизнь вот такая вот видическая сказка мне очень хочется взять голубой цвет сказку слушать 16 понедельников подряд кто хочет гармонизировать луну в своем гороскопе очень действенно это еще считается сказка терапия посмотрите сколько вокруг я не стала их выделять насколько вокруг у меня здесь ресурсов вот если присмотреться я могу их просто допроводить но я не хочу убирать акцент от своей семьи на эту сказку можно также посмотреть со стороны с другой стороны если взглянуть не стоит если вы не готовы погружаться в какую-то в какие-то там духовные практики но ни в коем случае не стоит отходить от от разговоров с собой всегда следите за своими эмоциями проецируйте в мир любовь мы сейчас говорим о любви восхищаетесь целующимися парочками влюбленными старайтесь радоваться когда кто-то женится даже в кино попробуйте прочувствовать этот момент представьте по порадуйтесь кто хочет детей угостить детей конфетами на детской площадке то есть какие-то такие моменты можно просто делать да и пообщайтесь с детьми улыбнитесь им даже простое ваше помахать деткам на улице она способна изменить вашу жизнь для тех кто желает деток голубой цвет у меня не знаю почему вообще как то все равно с небом ассоциируется такая чистая энергия светлая энергия заботливая такая кристально прозрачная ощутите это тепло эту любовь луна на сансквите луну зовут чандра если вам интересно мне очень нравится тоже гармонизирует гармонизирует все планеты в гороскопе роберт свобода книга называется величие сатурна а вы сейчас чувствуете вашу прогулку в парке ваше пробуждение по утрам может быть кто-то хочет поваляться в постели с детьми утром да если у вас еще нет если есть тоже визуализируйте вы должны настолько прочувствовать сейчас и создать вот эту картинку создать эти впечатления в своей голове в своей жизни можете мантру проговаривать омна мобхагавате вас убивая омна мобхагавате вас убивая омна мобхагавате вас убивая я очень люблю мантры потому что они они работают на тонком уровне они если их практиковать они творят чудеса луна в нашем доме отвечает за направление северо-запад так что если вдруг у кого-то кто-то разбирается у кого-то нет отношения посмотреть что у вас северо-западом если сектор отсутствует не удивительно всегда что касается дома могу сказать сектор также отвечает на северо-запад за путешествие за успех мужчины поэтому успех мужчины в доме поэтому посмотрите что у вас там должно быть как можно больше чистого пространства чистой энергии света радости то есть чтобы вот энергии было куда двигаться чтобы не было никаких завалов чтобы даже на самой верхней полке чтобы даже на люстре у вас была кристальная чистота прекрасные в одной из наших прекрасных квартир как только мы туда переехали там была северо-западная дверь и пространство было оно прям было подсвечено там было безумное количество света ну и сами понимаете что у меня дома не может быть какого-то бардака и какого-то захламления мы в этой квартире прожили два года и первый год когда мы туда только переехали так сложилось что мы мы прилетали в москву это квартира в москве была надеюсь прилетали в москву просто меняли чемоданы и улетали бывало такое что мы просто нам родители привозили чемоданы с новыми вещами то есть не появлялись в москве месяцами это тоже классно в этом тоже есть смысл мы выходили из самолетов просто заходили в другой самолет и мне нравится такая жизнь я хочу эту жизнь разумеется я очень счастлива как счастливый человек желаю счастья абсолютно всем 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 в этом мире что-то я так расслабилась увлеклась все хорошо видно да где-то хочется мне еще розовенького добавить розовенький у меня цвет любви в моей голове и в целом все достаточно мягко получается нежно можете где-то едва давить на карандаш где-то посильнее с этом можно работать сколько вам захочется сколько пожелается можете дорабатывать эту работу несколько дней несколько недель вы спрашиваете в комментариях не говорю вам видео поэтому исправляюсь даже один рисунок меняет вашу жизнь но чем больше вы нарисуете тем сильнее будет результат будет здорово если вы все это будете делать в комплексе с другими какими-то практиками о которых я все время рассказываю что касается любви дарите любовь практикуйте хуа пона пона хотите квартиры машины яхты деньги 10 целей бегом писать каждое утро как только проснулись хотите просто материальное состояние улучшить слушайте хотя бы магию денег настраивайтесь на результат пишите возьмите просто блокнот и пишите благодарю благодарю 108 раз каждый день и вы не поверите как сильно изменится ваша жизнь я это делала на протяжении многих лет сейчас тоже делаю причем мне об этом по моему никто даже не говорил я просто села и стала писать благодарю огромное количество блокнотов исписанных они до сих пор даже где-то хранятся и все это привело меня так и я сейчас абсолютно счастливая умиротворенную всем довольна я закончила проведем линию поля чтобы придать еще больше энергии нашей работе нашей любви семейное счастье здоровые дети благополучия материальные желания ваши тоже луны добавляете энергию может быть еще как-то линию проведете подышите понаблюдайте вы может быть не все заметили но многие я думаю начали слышать тишину внутри себя появилась тишина появилась спокойствие какие-то моменты ушли на второй план и конечно фиксация фиксируем мы здесь свою счастливую семью свою любовь вот так вот я желаю вам счастья благодарю вас за просмотр ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить выпуск новых видео